Дорогие друзья, спасибо за то, что вы пришли. Мы очень впечатлены. Мы были уже впечатлены, увидев список ников. В наше время очень трудно собраться невиртуальным образом. Мы очень благодарны порталу Банкеру за то, что есть такая возможность. Это вторая встреча. Это очень-очень ценно для нас. Меня очень интересует дальнейшее развитие карточных продуктов Банка Авангард. Не будет кабрендами. Эти локальные кабренды подтвердили мнение, которое у нас складывалось в течение нескольких лет, что здесь больше проблем, чем достижений. Мы будем развивать внутренние бонусируемые продукты, основанные на бонусных милях. Продуктовые изменения общего характера будут, возможно, технологические. Думаю, что в этом году мы приступим к выпуску бесконтактных карт, как карт, так и стикеров. До конца года, скорее всего, конец лета, осень, те тарифы, которые сейчас конкурируют и станут с 1 апреля лучше, чем тариф по банковским транспортным приложениям, они отомрут. И те тарифы, которые есть и предлагаются банками, они будут не хуже, чем аналогичные тарифы, предлагаемые Мосгортрансом и Метро. Но новые тарифы с 1 апреля действуют. Да, и с 1 апреля все банковские карты Метро становятся менее выгодны, чем проездные на какое-то количество покупок. Но таким образом карточки Метро будут интересны тем, кто на Метро ездит редко. Все знают, она часто повторяется, цитата из Льюиса Кэрролова, что нужно, чтобы только оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, а чтобы куда-то добежать, нужно бежать минимум в два раза быстрее. Вот за неполные два года с прошлой встречи банка, ну, «Авангард» бежал очень быстро, внедрялись интересные сервисы, в частности, ну, смена приоритета ПИНа и подписи, это вообще уникальный сервис, такого нет ни у одного российского банка. Но для, я бы сказал, массового клиента все вот эти очень серьезные, очень важные изменения, они слабо заметны. Вот, и из того, что, что называется, на глазах, на виду, это Airbonus, авиакасса, ну и там, ну, можно еще локальный кабренд с мегафоном вспомнить. В то время как конкуренты за это время выпустили массу карточных продуктов, там, кэшбэки, кабренды, внутренние программы лояльности, там много всего произошло. Вот, я, собственно, и хотел спросить, «Авангард» собирается продолжать бежать так же быстро или все-таки он будет бежать в два раза быстрее? Вам судить, вы будете с секундомером замерять нашу скорость. В самой близкой перспективе мобильные приложения для Android и для iOS, которые выйдут, наверное, до конца второго квартала. Под Windows кончешь, да? Под Windows нет. То есть, все-таки тогда вот закинуть удочку, эта интеграция с онлайн-сервисами, как в Google Wallet или, я не знаю, PayPal и Individual. Да, это в перспективе, конечно, очень интересно. Мобильное приложение, которое в мобильном устройстве, которое взаимодействует через NFC или иным способом с этим бесконтактным чипом и поддерживает. Потому что в Штатах оно узко, но работает. Ну, в данном случае можно даже не о Wallet и говорить, не как об отдельном приложении. Это фактически вариант мобильного банка. Потому что, ну, зачем отдельное приложение этот Wallet, когда уже вот точно такое же мобильное приложение. Мы просто вот, уже завершается сейчас работа и в Android, и в iOS, над мобильным интернет-банком. В самое ближайшее время, думаю, что это не более чем месяц от сегодняшней даты, мы внедрим Аэроэкспресс, да? У нас на сайте можно будет приобрести Аэроэкспрессы. Интернет-банки. Наша цель в будущем все больше и больше полезных услуг. Пока это услуги, но в будущем будут и вещи оплачивать милями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова